Верховный суд США отклонил просьбу Стива Беннона, влиятельного союзника 45-го президента Дональда Трампа, избежать тюремного заключения, пока он обжалует приговор за неповиновение ручному комитету Нэнси Пелоси в Конгрессе, созданном после того, как Конгресс не утвердил импичмент Трампа, с целью сделать все возможное, лишь бы называть Трампа президентом, получившим импичмент, ну и впоследствии уголовником. Беннон обратился с просьбой к судям 21 июня после того, как Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отклонил его предложение отложить его явку в тюрьму 1 июля, ближайший понедельник, как было указано судьей. Приговор Беннону одному из советников Трампа под предвыбанной кампанией 2024 года может держать его в тюрьме большую часть оставшейся части президентской гонки. Ни один судья публично не выразил ни согласия с пятничным решением. Беннон был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как он отказался передать документы или дать показания возглавляемому демократами комитету Палаты представителей. Расследующему события 6 января в Капитоле. Он также сыграл важную роль в правых СМИ. Первоначально ему разрешили отложить начало тюремного заключения, пока он обжалует приговор в апелляционном суде округа Колумбия США. Окружной суд округа Колумбия в конечном итоге оставил в силе приговор Беннону, что побудило 6 июня судью окружного суда США Карла Николса приказать Беннону явиться в тюрьму 1 июля для отбывания срока. Спасибо. Спасибо.